Всем привет, дорогие друзья, с вами Сеня. Буквально пару часов назад компания Valve выпустила новый патч компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive. Собственно, я, как обычно, попытаюсь вкратце рассказать вам, чего же коснулись эти изменения. Ну, и так, начнём. Первым у нас таким достаточно важным изменением это введение нового пистолета. По характеристикам данный пистолет является абсолютно точно таким же, как пистолет P250, однако одновременно их использовать нельзя. Нужно в инвентаре выбрать, так сказать, этот пистолет за контров или за террористов. Пока что я не знаю, зачем он был введён, почему он был введён, но вот имеем мы то, что имеем. 12 патронов в обойме, 12 патронов в запасе. Достаточно неплохой разброс на ближней дистанции. То есть, буквально вы зажимаете кнопку и сразу у вас будет получаться вот так вот убивать. Ну, такой пистолет-автомат у нас получился с 12 патронами всего лишь. Попробуйте, поюзайте. На самом деле, я уже вот побегал чуть-чуть. Достаточно точный пистолет. Получается, нужно зажать кнопочку и выпуливать буквально по два патрона. Тогда этот пистолет является очень точным и пули летят практически в одну цель. Дальше. У нас изменения коснулись АУГа. АУГ теперь опять переделан. Является достаточно точным. Но вот теперь у него такой зум в стиле Call of Duty. Полазил я по форумам, почитал. Очень многие игроки не восприняли данные изменения. Ну, достаточно точный на самом деле у нас АУГ до сих пор является в зуме. Но при этом вот эта точечка, прицел, видите, я на самом деле не сразу ее увидел, когда у меня на белой стене был зум наведен. В итоге, видите, ну теряется, она размывается на стене, когда все очень ярко. Скорее всего, это будет изменено, конечно же, потому что, ну, абсолютно это неправильно. Не видно прицел. Приходится показывать вам на стенке с тенью. Ну, очень точное оружие, ну, а с прицелом, точнее без прицела разброс достаточно велик у нас остается. Кстати, изменили звук также АУГа и теперь он немножко другой. Причем данное изменение не только в АУГе, но и в Сиге, конечно же. Дальше якобы изменили, точнее улучшили еще немножко Desert Eagle на 2,5% улучшили его точность. Не знаю, как это скажется. Опять же, нужно бегать и тестить. Пока что визуально ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Ну, нужно тестить. И, наверное, самое важное изменение, это изменение в прицеле. У нас убрали теперь Crosshair Style 4, я так понимаю. Crosshair Style 4 у нас это... Хотя нет, дорогие друзья, не убрали у нас ничего. Вроде работает у нас. Четвертый Crosshair Style. Вот я играл всегда с пятым. Пятый как-то вот чуть-чуть буквально расширяет прицел при ходьбе. Ну, а 4 это статический такой прицел, который я расширялся при ходьбе. Собственно, он не расширяется. Не знаю, что имели в виду игроки разные, когда я читал форум, но, видимо, уже забили назад. Ну, а изменение у нас второй, значит, Crosshair. Теперь, видите, непонятно, что это сделали. Такой двойной прицел, который расширяется при ходьбе. Ну, а при стрельбе, значит, отвечают за него такие команды. Crosshair подчеркивание Динамик Макс Макс Дистанция Сплит Рейтио 0.35 По дефолту 0 У нас минимум 1 максимум. Давайте поставим 0 Теперь у нас вот так вот расширяется. Ну, и такой даже можно сказать Динамик Стайл из 1.6 То есть он расширяется при ходьбе буквально чуть-чуть расширяется. Ну, а давайте возьмем АУК в руки Теперь намного больше расширяется. Так, у нас 35 по дефолту Это вот Вместе с этой штучкой Ставим 1 И 1 Это вот даже вот такой вот прицел у нас становится При этом появляется По центру какая-то темная вещь Ну, нужно на самом деле пробовать Данный прицел Макс Сплит Сплит Альфа Иннер Мод Сплит Альфа Аутер Мод И Сплит И ЦЛ Кросс Хер Динамик Сплит Дистанция 7 Что ж, дорогие друзья Собственно, это все самые важные изменения Также у нас коснулись изменения Некоторых карт Но они не являются какими-то Необычными При этом там новые сундуки Разного рода Ну Изменения, которые не влияют На сам игровой процесс С вами был Сеня Я надеюсь Немножко я вам помог Внес ясность В данный патч Ну и обсуждаем мы его, конечно же, в комментариях До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok